Приветствую всех на нашем канале и сегодня на картинке вы увидите некоторые пляжи Паттайи. Первой новости говорится. Правительство ведет переговоры с американским производителем лекарств Merck & Company по закупке 200 тысяч курсов экспериментальных таблеток против коронавируса, сообщил официальный представитель. Южная Корея, Тайвань и Малайзия заявили, что они уже ведут предварительные переговоры о закупках с Merck, в то время как Филиппины, которые проводят испытания противозачаточных таблеток, заявили, что надеются, что их внутреннее исследование поможет им обеспечить выгодные условия закупок с компанией. Минеральный директор Департамента медицинских услуг сообщил Reuters, что Таиланд в настоящее время работает над соглашением о покупке препарата, который предназначен для внесения ошибок в кинетический код вируса, и будет первым переральным противовирусным препаратом от коронавируса. Промежуточные клинические испытания показали, что он может вдвое сократить количество госпитализации и смертность от вируса. Таблетки могут поступить уже в декабре, хотя сделка будет зависеть от одобрения таблеток как управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, так и его тайским эквивалентом. Американская компания рассчитывает произвести 10 миллионов курсов лечения к концу 2021 года и заключила сделку с правительством США на поставку 1,7 миллиона курсов по цене 700 долларов за курс. Однако официальные лица также заявили, что ценообразованию будет применяться многоуровневый подход, основанный на критериях дохода страны. Согласно сообщению New York Times, противовирусный препарат Merck предназначен для приема по 4 капсулы 2 раза в день в течение 5 дней. Всего 40 таблеток за курс лечения. В следующей новости говорится, не все, кто имеет право на ревакцинацию от коронавируса, планируют ее сделать. В то время как многие люди, которые ранее получили две дозы вакцины Синовак, решили вакцинироваться третьей дозой вакцины Астрозинека, некоторые не собираются ревакцинироваться вообще. Они опасаются побочных эффектов. В то время как другие уже заплатили за вакцину Модерна и готовы ее подождать. Те, кто ждут Модерну, сказали, что ревакцинация является обязательной и поэтому будут ждать Модерну. Некоторые заплатили за две дозы Модерна и сказали, что планируют сделать две прививки Модерна, хотя нет данных о том, безопасно ли вакцинироваться двумя дозами МРНК после двух доз вирусно-векторной вакцины Синовак. Так что люди бывают разные. Кто вообще не хочет вакцинироваться, кто-то согласен только на две прививки, а кто-то считает, чем больше, тем лучше. В следующей новости говорится, министр энергетики объяснил, что правительство думает о снижении цены на дизельное топливо Б7 на 1 бат за литр на заправочных станциях. Перед озвучиванием этой новости немного поясню, что в Таиланде есть нефть, но она покрывает только две трети потребности страны. Поэтому, чтобы меньше зависеть от импорта нефти, в бензин добавляют древесный спирт. Чем больше спирта в бензине, тем он дешевле. От этого и марки бензина в Таиланде другие. Марки бензина Е с большим добавлением спирта, марки 91 и 95 с меньшим. Машины адаптированы под такой бензин. Примерно так же и с дистопливом. Есть марки Б7 и Б10. Министр сказал, что это поможет снизить стоимость жизни в условиях роста мировых цен на нефть в трудные времена. Комитет по управлению энергетической политикой одобрил сокращение сборов фонд топлива на дизельное топливо Б7 с 1 до 0,1 бат за литр, которая вступает в силу немедленно. Мировые цены на нефть растут, как и цены на природный газ и уголь, хотя ОПЕК согласилась увеличить добычу нефти еще на 400 тысяч баррелей в сутки. Поэтому правительству необходимо было изучить цену на дизельное топливо Б7, которая поднялась до 30 бат за литр на заправочных станциях. Были предприняты попытки убедить людей перейти на дизельное топливо Б10, стоимость которого ниже 30 бат, но этот тип дизельного топлива не пользуется популярностью. Существовали технические проблемы с использованием дизельного топлива Б10, и большинство потребителей по-прежнему используют дизельное топливо Б7. Правительство решило сохранить цены на уровне 30 бат или меньше и на уровне дизельного топлива Б10, который используется в аналогичных типах транспортных средств. Рост мировых цен на нефть не повлияет на цены на электроэнергию в Таиланде, поскольку правительство заморозило ставку FT до конца этого года и будет внимательно следить за ситуацией. В этой новости говорится, туристические операторы выразили обеспокоенность по поводу сбора в размере 500 бат с иностранных туристов в следующем году. Президент ассоциации отелей Таиланда сказал, что концепция создания фонда трансформации туристической индустрии является многообещающей, но в следующем году есть неопределенности, которые могут поставить под угрозу туристическую ситуацию. Несмотря на то, что Управление по туризму Таиланда предсказало, что Таиланд привлечет 10 миллионов туристов в 2022 году, последний прогноз Банка Таиланда пересмотрел эту цифру до 6 миллионов из-за возможного распространения коронавируса и новых вариантов. Правительство не должно применить политику сбора хотя бы в первой половине следующего года. Механизм этой политики все еще нуждается в детальном плане, который может гарантировать, что программа действительно осуществима для всех заинтересованных сторон. И немного добавлю от себя. Понятно, что кому приятно платить дополнительно 500 бат, хотя сумма не такая большая. Особенно непонятно за что. Хотя я думаю, что пока этот сбор не введут, а там видно будет. Смотрел англоязычные видео по поводу этого сбора. Комментарии под видео в основном негативные. Это, конечно, понятно. Пишут, что мы тогда поедем в Лаос или Камбоджу. Если говорить о нас, то, конечно, это не радует. Но чтобы за 500 бат ехать в какую-то Камбоджу, я просто удивлен. В следующей новости говорится. Правительство Таиланда готовится продвигать Пхукет как туристическое направление мирового класса, надеясь принять 1 миллион иностранных посетителей в течение следующих шести месяцев и получить не менее 60 миллиардов батов дохода. Премьер-министр объяснил инициативу преобразования Пхукета на своей странице в Facebook, заявив, что эта программа направлена на привлечение около миллиона иностранных путешественников, а также тех, кто находится на работе во время четвертого квартала этого года до первого квартала 2022 года. Это в среднем 5000 посетителей в день. Он ожидает, что с октября 2021 года по март 2022 года около 500 тысяч туристов отправятся чартерными рейсами в Таиланд из Англии, России, Германии и стран Северной Европы. Правительство разрабатывает системы онлайн-регистрации, включая медицинские осмотры и сертификаты вакцинации, чтобы сделать их поездки более удобными. В этой новости говорится, новые данные на этой неделе показывают, что вакцина Pfizer, которая доказала свою эффективность на 88% против коронавируса, снизилась до 47% через 6 месяцев после второй дозы. Отчет, опубликованный в общественном медицинском журнале Lancet. Lancet также указывает на необходимость ревакцинации по мере снижения эффективности. Эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась на уровне 90% в течение 6 месяцев. Главный врач Pfizer сказал, что анализ ее воздействия на все варианты показывает, что вакцина эффективна. Приблизительно 3,4 миллиона случаев заболевания у членов Kaiser Permanent Southern California были изучены, поскольку медицинская группа объединилась с Pfizer для мониторинга последствий с декабря 2020 года, когда вакцина впервые стала доступна, и до августа 2021 года. Исследование показало, что даже против варианта Delta вакцина Pfizer была эффективна на 93% в первый месяц, хотя через 4 месяца эффективность снизилась до 53%. Для других вариантов эффективность снизилась на 30% с 97% до 67%. Это хорошая новость, поскольку многие опасались, что вариант Delta может быть тем, что они называют вариантом ускользания, который мутировал настолько, что вакцины малоэффективны против штамма. Но эти данные показывают, что это не так. В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США одобрило вакцину Pfizer для использования в качестве бустерной вакцины у пожилых людей и некоторых групп из группы высокого риска, но все еще изучает дополнительные данные, чтобы решить, будет ли она рекомендована для всех людей. В этой новости говорится, С декабря Вьетнам откроет ряд туристических центров для вакцинированных путешественников и стран с низким уровнем риска заражения коронавирусом. Согласно сообщению Reuters, вьетнамское правительство надеется открыть страну по плану в июне 2022 года. Власти недавно подтвердили, что с ноября они снова откроют популярный остров Фукуок для вакцинированных туристов. В стране строгий пограничный контроль с момента ее закрытия в начале пандемии. До пандемии коронавируса туризм приносил около 31 миллиарда долларов США дохода, что составляло около 12% ВВП страны. В стране медленно идет вакцинация, вакцинировано только 13% из 98 миллионов населения. С декабря правительство заявляет, что вакцинированные туристы из избранных стран смогут посетить популярный пляжный курорт Нанчанг, высокогорный город Далат, а также Хайян и залив Холонг. Правительство Вьетнама заявляет, что они откроются вон только тогда, когда это действительно будет безопасно. Открытие страны будет шаг за шагом, осторожно, но гибко, чтобы адаптироваться к реальной ситуации пандемии. Так что страны Юго-Восточной Азии не торопятся открывать для туристов двери. Вот такие на сегодня новости.